Это подробности недели. Мы в прямом эфире. Мы продолжаем. И главная тема этого часа, ну, во-первых, а знаете ли вы, какой до конца года будет курс доллара? Нет? Ну, я тоже не знаю пока, что у нас на связи из Вашингтона будет наш корреспондент Дмитрий Иловский. Он был в МВФ и узнал эксклюзивную информацию, что МВФ требует от правительства и каким все-таки будет курс национальной валюты и американской валюты. Еще одна тема. Беспилотники. Один даже в студию к нам прилетит. Мы поговорим сегодня о том, нужны ли они и помогут ли вот эти две сотни беспилотников следить за российско-украинской границей. Еще одна тема. Я продолжаю. Мы представим гостей. Сергей Тегипко, сильная Украина. Анатолий Гриценко. Ветерий. Вечер добрый. Гражданская позиция. Тема, с которой я хотел бы начать, тема сегодняшнего вечера, отставка министра обороны. Как Вы считаете, Анатолий Степанович, с чем она вызвана? Я думаю, что это очевидное решение. Краще позже, чем никогда. Я не голосовал за призначение Галатея. Я сразу сказал, что это ошибочное решение. Потому что на этом сложном этапе потребуется в армии человек, который имеет незапречную репутацию среди военных. Военный стратег, который умеет планировать развивать армию. Он умеет на равных говорить с министрами других стран. Милицейский генерал – это не та кандидатура. Поэтому хорошо, что президент выправил эту ошибку. А Ваше вероятное, почему это случилось? Если бы все было в порядке в армии, если бы министр соответствовал тем требованиям, которые сегодня нужны, наверняка президент бы не стал принимать таких решений. Сегодня совершенно очевидно, что министр – это, прежде всего, политик, который отвечает за организацию того, что там происходит. Есть проблемы с снабжением армии, есть проблемы, что едят, в чем одеты, на чем спят солдаты. Я думаю, что президент быстро и правильно сориентировался. Это его ответственность, в конце концов. И он принял, я думаю, правильное решение. А есть какие-то версии, кто придет на смену министра обороны? Потому что, смотрите, это уже который министр обороны за последние месяцы, половина правительства вообще на выборы ушла. То есть, насколько вероятно, что и этот человек усидит долго в своем гресле? Я думаю, сейчас никто, кроме президента, не знает, кого он несет. Но базовые факторы... Ну, Юрий Витальевич интриговал. Хай интригурует. Но, по сути, подивите, уже сейчас жопень середина, а еще 15 вересня должен быть проект военного бюджета для развития армии на следующий год. Поэтому новому министру придется очень быстро входить в ситуацию. Это должен быть человек, который не нужно рассказывать лекбез, который сразу сядет и быстро споняет. И бюджет, и программу розвитку, потому что нет затвержденной урядом президента программы розвитку армии. А сейчас это как раз ключевая вымога. Плюс включится максимально швидко забеспечение войск. Потому что подготовка до зимы, новая дислокация войск, это все требует планировать. Можно короткий комментарий тогда? Насколько это постоянный человек? Я считаю, что очень важно, чтобы пришел тот человек, который бы четко понимал и был сориентирован на то, что Украине нужна профессиональная армия. И на то нужен тот человек, который бы хорошо понимал, какой профессиональной армией мы должны обладать. Вот это очень важно. Мне кажется, что мы уже задерживаемся с этим на месяцы. Ну, как и с реформами, как и с очень многим, к сожалению. С многими реформами. Но это, на мой взгляд, сегодня абсолютно первоочередная. Давайте с этой темой разберемся. На самом деле вы верите в то, что вот тот вариант, который предложен, у нас работает? Сейчас прозвучало в комментарии. Может быть, взрыв в обществе, когда начнет работать этот закон. Я скажу по-другому. Взрыв в обществе будет тогда, когда он не работает. Уже началися смятники, уже началися побития. И государство должен себя очистить, чтобы не было никаких сумнений. Но я хочу сказать не только про люстрацию на основе закону, а и про моральную люстрацию на основе закону честности и гидности. У нас не было возможности так подивиться в очи одни в одному. Северим Тиївко. Я хочу сказать те вещи, которые я считаю крайне важными. Сто людей погибло, тисячі отримали поранения. И сейчас эти родины, я их встречаю в Одессе, в Николаеве, в Харькове, за ОТГНД на голосование 16 сечня 235, 235, 235 приняли диктаторский пакет законов, который защищал Влада Януковича и избавил права ведь всех. 11 людей в вашем списке, которые несут в себе ответственность за зраду людей за убийство. Если бы эти 11 людей не проголосовали, 235, 211, не было бы убитых после того, 19 числа и 20-го. Не было бы смертей. Я считаю, что вымога общества и ее должны выполнять лидеры партии, почистить их самих. Начинаете с вас лично. Ромодинская позиция обратилась к лидерам всех партий, которые участвуют в выборах. Первое. Снять из выборов тех, кто голосовал за диктаторский пакет 16 сечня. Другое. Снять всех из выборов, кто не голосовал лично, а голосовал за кого-то. Третье. Снять всех из выборов, кто имеет подвольное гражданство. В вашем списке 11 людей, которые имеют на руках кровь, которые срадили. После этого началось. Я уже не говорю про ганебные события, когда после того, как в чиновник Янукович и собрался в Верховную Раду, взять ответственность, отстранить от Влады, вас не было в зале. Я особисто вам 10 раз звонил. Вам звонили всі. Де вы были тогда? Тогда, когда люди ждали решения после убивства Майдана. И сейчас таки очолюют список. Может, в вашем списке есть гидные люди. Я не анализовал. Но 11 начали с вами. Надо выкинуть иллюстрировать особисто самому себе. Не имеют такие люди морального права. И еще долго, много лет не имеют морального права брать участие в выборах. Давайте домой, Ветхович. Вы знаете, я вижу, что вы плохо анализировали список, потому что у меня всего 6 народных депутатов, которые представлены в нынешней верфолиции. Рук честно проанализовала список. Вы знаете, посмотрите, всего 6 народных депутатов. Вы голосували в 16 сечне особистое. Это первое. Вы особистое голосували. Второе. Когда мы говорим о иллюстрации, то когда идет такой общий подход, когда берут всех, не разбираясь, коррупционер, некоррупционер, профессионал, непрофессионал. За 16 тысяч, скажите, Илья Анидович. Я все скажу. Я все скажу. Не переживайте. Поэтому, если вести разговор о иллюстрации, я считаю, что потеряем много специалистов. Если говорить о иллюстрации в силовых органах, то я считаю, что здесь потери будут еще более серьезными для общества, для Украины в целом. Потому что таких специалистов придется готовить еще сложнее, еще дольше. Думаю, что реально нужно было бы говорить об аттестации. Причем не только тех, кто работал при Януковиче, но и сегодня. Потому что сегодня коррупции меньше не стало. Сегодня воруют. Причем еще воруют и на поставках вооружения. На том, что сегодня является самым важным и очень беспокоит людей. Поэтому я считаю, что нужно было бы провести четкую предметную аттестацию. Посмотреть профессиональный, непрофессиональный человек. Посмотреть коррупционер, некоррупционер. И вот это дало бы тот эффект, который ждем от иллюстрации. Потому что всегда иллюстрацию применяли тогда, когда требовалось улучшение эффективности власти. Что касается, зачем она нужна была. И вот эти разговоры, которые продолжаются после 16-го, 20-го и так далее. Идет отвлечение. Такое мощное отвлечение внимания от того, что происходит в стране. Люда загинула. Люди загинули после вашего голосования. За это время загинули десятки тысяч людей. После того вашего голосования 100 людей и тысячи отримали поранения. Ваш лидер партии Янукович запросил войска сюда. Вы забыли про это? Вы были в его партии, в его фракции. Вы это забыли? Нет, я не забыл. Ничего не забыл. Так снимите с выборов. Более того. Поступи честно. Решери. Знаете, дайте сказать. Не требует про иллюстрации. Вы такой у нас честный. Вы такой у нас честный. Почитайте интернет. О том, что вас там написано. Голосование 16-го сихря. Вы голосовали или нет? Вы голосовали 16-го сихря? Значит, я сегодня считаю, что власть нынешняя все делает для того, чтобы не говорить о квинтэссенции власти, которая сегодня, я и во все времена должна представлять прежде всего то, что происходит в экономике. Так как квинтэссенция? Люди гинули после ваших голосований. Сегодня от голодной смерти скоро начнут. Потому что сегодня то, что сделали с пенсией, то что сделали с курсом гривны, то что сделали с экономикой, то что сделали с ценами, с тарифами и все остальное. Вы дайте миллиард долларов на поддержку курсу гривени. Это будет честно. Сто американских миллиардеров половину статки выдали. Добровольно. Кто вам заважает за вас? Это не популизм. Сто американских миллиардеров все сработало. Это чистый популизм, которым вы и являетесь. Ничего конкретного вы сделать не можете, ничего конкретного для этой страны вы не можете. Поэтому я считаю, что если вы говорите о популизме, давайте продолжать это. Только этим популизмом вы крах экономики не остановите и людей не накормите. Вот таким образом вы еще сможете поговорить, сможете поговорить определенное время. Но я думаю уже очень недолго, 3-5 месяцев и будет серьезнейший экономический кризис, который сметет популистов, потому что толку от вас для страны очень мало. Поговорить вы гораздо, а вот сделать конкретных вещей не можете. А может достаточно ходить по электоральному базару уже с этими бордами, роликами и так далее, сказать правду. Только выборы, гибкая альтернатива, сильная Украина. Выборы закончились, сев уряд Азарова. Дальше новые выборы, новая альтернатива. А между выборами партия регионов, партия регионов. Эта партия вкрала 100 миллиардов долларов. 100 миллиардов. И втекли. Это та команда, с которой вы пришли на выборах, с которой вы сидели в уряде, с которой вы 16 сечня своим голосованием вбили людей. Вы не хотите ответить на это вопрос. Но вам доведется ответить на это вопрос. Еще много лет. Можно уточнить? Насправді люди плутают люстрацию и дотримание закону. Люстрация – это будет отсторонение от посады, за певный действующий без деятельности на 5 или на 10 лет. А то, что правильно сказал Бондарь – это ответственность перед законом. Генпрокурор должен работать, не ждать законов про люстрацию. Можно было за эти 7 месяцев первый и второй генпрокурор уже прийти на ответственности тех, кто вкрав или не в злочине. Сейчас все предприятия Януковича, Вазаровича, Клюевича, Колесникова работают. Прибутково никто их не забрал на пользу государства, потому что они вкрали. Никто. Поэтому, если генеральный прокурор и дальше будет тянуть такой час, очевидно, постановление вопроса про его отставку. Або добровольно через решение Верховной Ради. Потому что не нужно ждать никаких законов про люстрацию, чтобы все дотримались закон. То, что правильно сказано, выполнил злочинные наказы. Вреши-реши, 52-й световой войны, был трибунал у Нюрнбергу. Было чітко вызначено, вонесли все конституции в нашу таксану. Ну да, на самом деле люди не очень-то о люстрации думают. У них такие более насущные проблемы там. Потому что политика это прежде всего то, о чем говорится. Прежде всего это экономика, прежде всего это рабочие места, прежде всего это уровень образования, прежде всего это уровень цен, прежде всего это стабильность гривны и так далее. Просто нынешнем власти говорить об этом очень сложно. Потому что собрали непрофессиональное правительство, которое очень слабо разбирается. Собрали непрофессиональный национальный банк, который очень тоже слабо разбирается в своих профессиональных обязанностях. А вот сделать экономику правильно работающей, сделать экономику вообще работающей, это сложно. Сергей Венчин, это такие достаточно общие вещи. Вот они вас сейчас смотрят, что вы им можете сказать? А я вам могу сказать, для того, чтобы экономика, для того, чтобы люди получили заработную плату, для того, чтобы люди получили нормальную пенсию, необходимо, чтобы экономика работала. Хотим мы этого, не хотим. А что для этого надо? Надо проводить определенные реформы, которые все знают, о чем необходимо делать. Надо бороться с коррупцией, надо индивидуально разбираться с каждым крупным предприятием, надо разбираться по секторам с малым и средним бизнесом. Но этого сегодня никто не делает. Посмотреть на правительство. Первого вице-премьера нету, министра экономики нету, министра транспорта нету, министра здравоохранения нету. Сегодня такое впечатление, что действительно война идет вот здесь, в Киеве, в других областях. На самом деле, я считаю, прежде всего, то, что необходимо делать во время войны, проводить жесткие реформы, быстро это делать, бороться с коррупцией, бороться за каждое работающее предприятие, для того, чтобы оно платило налоги и платило нормальную заработную плату, помогать малому и среднему бизнесу. Но это делать сложно. Это делать надо умеючи. А вот говорить о люстрации и о таких вещах, это говорить легко. Но у меня такое впечатление, что власть забыла, что они уже взяли эту власть, они уже руководители, они уже отвечают за этих людей. Все продолжает обвинять, обвинять, обвинять. У них уже есть сегодняшний день. Есть перспектива. Абсолютно правильно сказала педагог. И война не списывает ответственность уряду. Я жорсткише висловлюсь, что урядовцы не мали права ходить на выборы. Каммікадзе и каммікадзе. Ребята, работайте. Ясна речь, что тут идет про министра социальной политики, когда идет про зарплату, про министра освіти и науки, когда про педагоги. Я сподіваюсь, что они слышат. И они видят, смотрят ваш канал. Но когда я слышу снова про реформы, что я вспоминаю, что пенсия, никто не будет вспоминута. Вы не забыли, когда я приходил до вас в министерство? Приходил с инвалидами Афганистана и чернобыльцами, которые тогда приходили и брали за жабри в Верховную Раду. Я их забрал и повел. И что мне там рассказывали? Нам не хватает 8 миллиардов гривен для того, чтобы заплатить. Хорошо. Но через неделю вносит ваш уряд, и вы там сидели, законопроект, которым списывает 24 миллиарда гривен, олигархам, властникам облгазов, обленерго. Не забыли? Не можно одной рукой делать реформы, а другой украсти. Тут не хватает 8 миллиардов, людей, которые слушают в том числе. А тут 24 крали. Поэтому не нужно, будучи сейчас на выборах, забывать за то, что вы тогда делали или не делали. Вы знаете, я действительно работал министром социальной политики, не один социальный стандарт за все мое время работы. Не был уменьшен. Ни один. Ни один. Правда. Правда. Вы говорите за пенсии чернобыльцев, за инвалидов чернобыльцев, они были очень серьезно подняты. Вы говорите за военных пенсионеров, они были очень серьезно подняты. Кстати, они были заморожены как раз, когда вы были в министерстве. И так далее. Об этом идет речь. Сегодня курс гривны был стабилен. Цены не происходило с ценами, то, что происходит сегодня. Поэтому обвинять можно. Сделайте получше. Вот я не против. Вы пришли к власти. Возьмите ее, сделайте лучше. Покажите лучшие стандарты. Не делайте всю сегодня пиар в свою компанию только на черном, на черном, на черном. Покажите, возьмите, засучите рукава и сделайте лучше. Почему не делаете всего этого? Почему сегодня гривна обвалена? Почему сегодня цены на медикаменты на 50% выросли? Почему сегодня растут цены на продукты питания? Почему подняты тарифы сегодня на все? На холодную воду, на горячую воду, на газ и так далее. Господа политики, об этом вы не хотите говорить. Я вас старался не перебивать, но на самом деле у меня ощущение, что вот люди, которые нас сейчас смотрят, не все могут сказать, но вот те люди, которые сейчас в Луганской области, они могут сказать. Знаете, в чём проблема? Они, наверное, хотели бы... Тут повинен стоять глава надзбанку, который отвечает за курс гривня доллара. Министр социальной политики, который бы дал бы ответ на вопрос, когда и кто получает заплату. Все в вашем плане. Потому что я депутат, который работает в комитете с вопросами борьбы с коррупцией. Я готов говорить про те законы, которые будут приняты 14 числа, и перекрыть коры, чтобы его крали. Но в уряде работают другие люди. И они должны приходить к вас в суде и отвечать на те вопросы, которые люди и турбуют. Потому что при всем желании я завтра не могу принять управление решение, для того, чтобы прораховать деньги им через казначейство. А Денисова может. А Квит может. Андрей Александрович, давайте Луганск спросим. Андрей, а как люди реагируют на нашу дискуссию? Какие у них вопросы? Дадим, мы внимательно следим за тем, что происходит в студии. И вот интересная ситуация. Политики задают вопросы, хотя люди, которые здесь сейчас мерзнут, собрались здесь специально для того, чтобы задать им вопросы и получить прямые ответы. Прошу вас. У меня вопрос к Тегибко. Господин Тегибко, скажите, пожалуйста, почему вы украли пенсии у моих родителей? Предметно вот у моих. У меня отец проработал на этой шахне, на Шахте Горска, 42 года в забое. Сейчас лежит без движения. Абсолютно бездвижен. Он инвалид у меня. Я не могу купить ему. Я не говорю о продуктах питания. Памперсы. Это жизненно необходимо. Я не могу купить ему ножку. Жизненно необходимо. И я не могу получить пенсию 4 месяца. Что мне делать? Ответьте мне, пожалуйста. В данном случае, вы знаете, много говорится о пенсионной реформе. И вот все депутаты, которые выступали за отмену этой пенсионной реформы, сегодня что-то очень тихонько и мягенько молчат. А правда о пенсионной реформе состоит в том, что если сегодня пенсионную реформу отменить, то сразу же 10% вот у отца данной женщины необходимо будет из той пенсии, которая сегодня есть, еще забрать. Потому что и об этом все знают. У него 4 месяца ее нет уже. А то, что не выплачивается, то, что не выплачивается, это дело нынешней власти. Я говорю, сегодня мы говорим о второстепенных совершенно вещах. Мы говорим о люстрации, на самом деле надо говорить об уровне пенсионного обеспечения, о ценах, о рабочих местах и так далее. Мы подменяем понятия сегодня. Мы говорим не о тех проблемах, которые сегодня людей беспокоят, а о тех проблемах, на которых пиарится сегодня политика. Поэтому сегодня я не являюсь министром социальной политики. Я ушел, ни одной копейки задолженности не было. И при этом цены стояли достаточно стабильные. По тому же, когда я уходил в конце 2012 года, роста не было по ценам. Поэтому, если мне сегодня отвечать за то, что делал я в свое время, да, пенсионная реформа, жесткая реформа, но она прежде всего была направлена. Можно пора уходить из эфира, давайте закругляться. И у меня просто ощущение, что женщина немножко других слов хотела услышать. Мы опять в этой студии уходим в какие-то высокие материи. Я могу сказать, сегодня да, сегодня выборы, идет очень жесткое противостояние. К сожалению, политики сегодня и сами выборы делают нынешнюю ситуацию политическую деструктивной. Я вижу и понимаю, как необходимо изменить экономику, для того, чтобы это сразу же позитивно повлияло на социальные сети. И этим сегодня, прежде всего, нам необходимо и заниматься, на мой взгляд. Все классно, только забыл сказать свою экономику, потому что, на самом деле, люди, которые сейчас там слушают, они прекрасно знают, что правила Донбассом и Сходом не Бендеровцы, не из Тернополя. А вот та шайка, которая сейчас частью втекла в Москву, а решта, которые высмокнули все из Донбасса, и довели людей до злиднёв. Правда? Саме звезды вышли практически все олигархи. Саме там людей обібрали. Мы знаем, кто владел, каким и предприемством, где теперь владеет, и кто строил потом стадионы, величезные вилы, яхты, пароходы и так далее. Про это не хотите говорить? Я просто задаю свои вопросы еще раз. Вы готовы сняться с выборов, несучи ответственность за эту пенсионную гневную реформу, которая просто звелася до подвищения в пенсионном веке все? За то, что вы особо голосовали и убили после того людей, а ваш вождь, Виктор Фёдорович, никто не будет помянут, запропонувал Путину вести войска в нашу страну, из-за чего люди зарастают в горы. Анатолий Степанович, при всем уважении, вот наш разговор приходит уже в диалог между вами и двумя, мне бы больше ни этого не хотелось. Потому что и наши люди ведутся снова, потому что снова им рассказывают. Я реформатор, я реформатор. Вот будет возможность продолжить это за пределами студии. Мне очень бы не хотелось, чтобы был вот такой вот диалог между гостями. Вот эти люди никогда в экономике говорить не смогут, потому что они в этом ничего не понимают. Спасибо большое, давайте ставить точку. Вечно будет говорить о второстепенных вещах. Спасибо за разговор, давайте ставить точку.